Добрый день! Однажды юноша, который подошел к Иисусу Христу, спросил у него, «Господи, что мне сделать, чтобы спастись?» И Иисус Христос ответил ему, «Соблюди заповеди». Какой добрый, простой, но удивительно правильный ответ. Если человек соблюдает заповеди, он не только приобретает мир в своей душе уже здесь, на земле, он спасается и после своей смерти. И как важно задать себе этот вопрос, «А что мне делать, чтобы спастись?» Нет, нет, не для того, чтобы вкусно поесть, где-то развлечься, получить чувственные телесные наслаждения. Как правило, они очень быстро проходят, скоро надоедают, присыщают душу человека. А душа все выше просится. Она не из здешних мест жилится. Она все время ищет чего-то другого. Говорит, это мне не по душе. Душа ищет другого, высокого, вечного. И вот в поисках этого вечного человек и задает себе вопрос, «А что мне делать, чтобы спастись?» И Христос указывает на две самые основные заповеди. Возлюбить Господа Бога Своего всем сердцем Своим, всей душою Своей и всем помышлением Своим. И ближнего Своего, как самого себя. Казалось бы, что еще проще. Знай, люби Бога, исполняй Его заветы, заповеди. И относись к ближнему так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Потому что так заповедал Бог. Люби ближнего, как себя. Ты же не хотел бы, чтобы тебя обижали, чтобы тебя толкали, делали тебе плохо. Не делай другому. Потому что если ты будешь любить Бога, все остальное у тебя будет получаться. Блаженный Августин очень точно говорил, Пусть Бог будет у вас на первом месте, и все остальное будет на своем. Вот если человек поставляет в своей жизни на пути спасения заповедь Бога любить Его всем сердцем, всей душою, всем помышлением, и ближнего своего, как самого себя, у него очень многое получается уже здесь, в этой временной жизни. Но если он любит Бога всей душою своей, то есть и волей, и чувством, и сердцем, он направляет свою волю к познанию своего Творца. Он старается думать, почитать, посмотреть о Боге как можно больше. Потому что он любит Его и хотел бы больше узнать о Его творении, о Его чудесах, о Его участии в жизни простых людей, таких же, как и я. И вот если человек стремится к этому всем сердцем, всей душой и всем помышлением своим, то Бог открывает человеку такие просторы, которые иногда человек даже не может вместить. Когда некогда сказал апостол, увидев огромное число выловленных рыб, после ночной рыбалки, когда он не поймал ничего, вдруг выловили сети рыб 153, большие рыбины. И он был поражен этим чувством, он сказал, выйди от меня, Господи, то есть я человек грешный, то есть ты столько мне открыл и показал реального чуда, что я не могу вместить. И поэтому, если человек начинает правильно жить, он начинает правильно верить. И наоборот, если человек не будет правильно верить, он никогда не научится правильно жить. Запомните эту простую теорему. Она имеет свое доказательство. Человек, который живет неправильно, сразу можете сказать, а вообще-то даже может и не верит. Просто он атеист и берет от жизни все. Ему наплевать на все. Кто о нем что подумает, что будут о нем говорить. Ему хорошо и все. Он пьет, он наслаждается, он изменяет, блудит, скверно словит, курит. И далее, далее можно перечислять этот перечень грехов, которыми человек, ну, пока не захлебнется, до тошноты не закончит или наслаждаться. Такой человек тоже есть. Есть таких очень много сейчас. Люди говорят, Бога нет, а поэтому все позволено, говорил Достоевский в братьях Карамазово. И если человек нарушает эти отношения и не любит Бога, то как же ему тяжело-то и пополнять все остальное. Не случайно Авросий Оптинский хорошо говорил, от чего человек бывает плохо? От того, что забывает, что над ним Бог. Почему человек плохой? Почему он грубый, нервный, раздраженный, себе любивый, других людей не любит? С ними плохо поступает, потому что себя любит. А Евангелие учит любить ближнего. А он любит себя. Почему? Потому что он Бога не знает. Вот любому, кто смотрит сегодня нашу передачу, вам просто такая замечательная система диагностики отношений с людьми. Вот видишь перед собой беснующегося, раздраженного, крикливого, шумливого, сквернослова, матершинника, себя любца, блудника, который только ей рассказывает, где он и с кем он провел там вчера вечер, ночь, сколько выпил, с кем спал. Знаете, это перед вами человек неверующий, потому что верующий в Бога и любящий в Бога человек. Так себя вести не будут. Почему человек бывает плохо? Потому что забывает, что над ним Бог. А почему это происходит? А происходит это потому, что все мы с вами, дети, системы, в которой о Боге не говорили, нас учили любить человека. Любите людей. Вот надо людям делать добро. Нельзя людям делать зло. А кто-то спрашивает, а с какой стати я должен делать ему добро? Он мне зло делает, а я ему должен добро делать. Кто это сказал? Ну, кто это сказал? Я вам хочу посоветовать посмотреть один замечательный фильм. Сегодня можно найти его в системе поиска. Он называется «Изменяющее время». Там рассказывается о неком ученом, который хотел даже защитить диссертацию, что можно делать добро без Бога, без Иисуса Христа. И он убедился. Там такое замечательное, интересное событие произошло, что он оказался сто лет немножечко вперед. Как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», он был возвращен сто лет назад. А этому показали, что будет с миром, с обществом, если оно забудет Христа и будет жить без Бога. Вот он оказался в этом обществе, из которого едва унес ноги, потому что жить в таком обществе он не захотел. И вот поэтому, когда нам говорят «делай добро ради Бога», а кто это сказал? И поэтому, когда нас учили «человек человеку друг», с какой стать? А потому что это закон природы, а кто это придумал? А потому что так прилично, так делают все. Так делают в Европе. Но сейчас мы видим, что делают в Европе. Сейчас уже осадомили отношения до того, что оказывается, муж мужу может быть муж. И наоборот. То есть до какого отношения мы дойдем, если будем слушать просто свои вожделенные страсти и пытаться их удовлетворить? Мы дойдем до Содома и Гамора. Это уже было. А вот если человеку сказать, а нам этого, к сожалению, не говорили, Бог сказал «не прелюбодействуй». Бог сказал «не воруй». Иисус Христос сказал «не делай другому того, что ты себе не желаешь». Слушай Бога, потому что когда ты живешь, Бог видит и поможет тебе, если ты будешь верным сыном и исполнителем его нравственного закона. А если ты не будешь слушать Бога, уже здесь будешь несчастным из людей, потому что все у тебя будет плохо. Безбожник не может жить хорошо. Не может, потому что он живет без нравственных ориентиров в собственной жизни. Он как сучок в глазу у каждого. Всем мешает и не люб, и не радостен. И наоборот, человек, который заботится не только о себе, но старается позаботиться о ближних, он дорог, мил. И, конечно, при встрече такому люди все рады. И поэтому, если человек поймет, что чтобы делать добро, нужно делать этого ради Бога, помните, как говорили, это сделать ради Бога. Или даже некоторые, даже сейчас говорят, в благодарность что-то скажут человеку. Спасибо вам большое. Я говорю, да, ради Бога. Наверное, мы слышали такие, ради Бога. Ну что вы, ну иногда это говорится, как при слове, но ради Бога. Я сделал это не за деньги. Ради Бога. Ради Христа. Больше того, Серафим Саровский говорил, что если мы сделали доброе дело и не сделали его ради Христа, своего спасителя, Бог его не принимает. Такое доброе дело лишь в нас тщеславие возбудит и пробудит в нас чувство собственного достоинства за добро. Оно повредит нашу внутреннюю природу. И потому извлечем урок из сегодняшнего нашего разговора. Давайте, дорогие братья и сестры, не переворачивать, не отрезать одно от другого, потому что Бог и сказал, в этих двух заповедях весь закон и пророки, все исполнение закона Божия в этих двух заповедях, но ни в одной только, любить человека без Бога, это невозможно. Невозможно его простить, невозможно его понять. Полюбить человека другого невозможно без Бога. Но если ты будешь видеть в человеке образ и подобие Бога, которого любишь, то ты самого нищего пожалеешь, самого изуродливого, а может быть больного, искалеченного жизнью человека, даже внешне невозможно на которого посмотреть, ты поможешь, ты протянешь руку, ты поухаживаешь за ним, потому что в нем ты увидишь образ Бога, которого любишь. Вот почему люди иногда делают добро тем, которые, как думают многие, этого недостойны. Давайте делать добро людям и всем тем, с кем мы живем, не ради добра, безликого, пустого и какого-то бессмысленного. Давайте делать добро ради Бога. Вот это добро будет нам благословением и настоящим добром тем, кому мы его сотворим. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры, любите Бога, тогда вы обязательно полюбите ближнего. И если вы не полюбите Бога, вы не сможете полюбить тех, с кем вы живете по-настоящему. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok